Общий объем туристического потока в Якутии увеличивается ежегодно почти на 2%. Только за прошлый год республику посетили порядка 200 тысяч человек, из них порядка 6 тысяч – иностранные граждане. Туристские продукты представлены как на российских, так и на мировых рынках. Кроме того, совсем недавно, по решению жюри национального рейтинга развития событийного туризма России, в Якутии оказалась высшей золотой лиги лучшей из лучших. В каком направлении сегодня развивается туризм в Якутии и мнение отдыхающих о туристических маршрутах узнавала Саргылана Захарова. Хангласский район – мекка туризма в Якутии. Ее неповторимая природа, расположение, мягкий климат дают большое преимущество для развития этой сферы. Именно там находится визитная карточка республики, природный парк, Ленские столбы, Якутская пустыня Тукуланы и многие другие места. Увидеть необычные явления природы приезжают со всего мира, но и сами якутяне – довольно частые участники этих туристических маршрутов. Последние теплые деньки решила выехать на Ленские столбы. А так, в целом, на Ленских столбах я была и зимой, и летом, и осенью. На 100% развита. Любой желающий может поехать на Ленские столбы, разные туры есть, допустим, зимние туры есть, тоже езжу иногда. Республика огромная, достопримечательности огромные, и, наверное, есть будущее, есть к чему стремиться. Ежегодно количество туристских продуктов растет, вместе с тем их разнообразие. Якутия известна в России далеко за ее пределами большим количеством находок, останков доисторических животных. Их находят практически по всей территории нашей республики. И кто, наверное, не мечтал встретить такого дикованного зверя, прикоснуться к нему или, скажем, даже посидеть на спине у самого мамонта. И это стало возможным на новом туристическом объекте под говорящим названием «Ледниковый период». 13 бетонных скульптур выполнены в натуральную величину. Идея создания, как рассказал директор парка Олег Кондратьев, появилась уже давно. Живых представителей фауны Якутии можно увидеть в национальном зоопарке, а вот доисторических пока кроме музеев нигде. Экспозицию готовили все лето. Отсыпали участок, облагораживали территорию, устанавливали скульптуры. И мы решили, чтобы не просто так их вот они ходят посмотреть, а чтобы можно было и потрогать, и посидеть там и так далее. И решили сделать такое вот. Это только начало. Мы хотим дальше все больше и больше их делать. Организаторы надеются, что экспозиция станет еще одним популярным местом отдыха как жителей, так и гостей республики. И таких достопримечательностей в Якутии должно стать больше. В сфере туризма уделяют немало внимания. Только в текущем году на развитие сферы было выделено из бюджета республики больше 60 миллионов рублей. Туризм становится мощным инструментом социально-экономического развития и экономики в целом. Потому что именно туризм дает толчок для развития смежных отраслей. Именно в туризме создается максимально быстрое и максимальное количество рабочих мест, что особо необходимо в наших сегодняшних условиях. В первой половине 2019 года на проектную мощность должен выйти крупный туристический объект «Северная Мозаика». Также Якутия продолжает развивать межрегиональный туристский проект «Восточное кольцо России». Три турпродукта «Госкоприимная Якутия», «Праздник Исэх-Якутский Новый год» и «Удивительная Якутия» были отобраны для предложенных ассоциаций туроператоров России. Кроме того, значительный импульс туризму должны придать событиям, которые уже включены в национальный календарь событий. Сергей Лана Захарова, Владимир Таюцкий, Сусан Роженый, Макасаха, Хангаланский район.